здравствуйте дорогие телезрители и мои подписчики на канале youtube голова садовая и я очень рада нашей встрече вы видите у меня на столе упаковку с лилиями полиэтиленовый пакетик с хорошей почвой увлажненные причем и мы еще до увлажним обязательно значит что мы будем делать ну учитывая по многочисленным просьбам как сейчас принято говорить ваши интересы и то что вот эти красавицы лилии неважно каких они видов магазине стоят так дорого что купить хочется а купить то все просто не на что даже выбрав 10 сортов лилий по одной луковице это уже до под 500 рублей а то и больше если ли под 100 рублей и за 100 рублей выше но все равно хочется поэтому купив дорогую лилию красавицу просто глаз не отвести что нужно сделать для того чтобы увеличить у себя на грядке количество на клумбе там количество этих шикарных лилий лилии упакованы как я понимаю не очень профессионально сделаны перфорированный пакет вот здесь вот видите сделаны дыроколом сделано несколько дырок хотя перфорация должна быть по всей площади пакета к сожалению это так сейчас на нас на наши вопли никто в основном не обращает внимание и нам деваться некуда хоть за возмущайся причем лилии продаются уже вот в таком состоянии да неплохая луковица но февраль месяц аросток то уже почти три сантиметра вот это совершенно неправильно посадочный материал спихивается в продажу просто не никто не задумывается что для нас это проблема что хранилище холодные должны быть и в продажу они должны поступать без проростка однозначно у меня они хранятся в холодильнике температура там всего два максимум пять градусов плюс естественно но это видите не помогает ростки все равно появляются что же сделать чтобы увеличить количество любимых цветов лилия она называется луковичным растением до относится к этому ряду и чешуйки у нее не такие как у лука например а они у нее совершенно видите одиночные скажем так конкретные вот она чешуйка рядом чешуйку закрывает предыдущую и так как бы собирается в такую луковичку красивую что нужно чтобы размножить ее элементарным способом проще этого способа просто нет мы будем снимать чешуйки вот эта чешуйка она прямо отошла слегка и взяв ее вот так вот за основание внизу попытайтесь ее выгнуть в обратную сторону и она легко отделится от донца посмотрите лодочка такая и видите здесь ничего не осталось это правильно снятая чешуйка с одной луковицы мы можем позволить себе без ущерба для цветения уж парочку то снять ну однозначно берем еще одну прямо у основания пальчиками и и зафиксируйте и отгибайте в обратную сторону от луковицы вот еще одна чешуйка так луковицу оставим в покое это будет цветущая луковица и ничего с ней не произойдет вот у нас две замечательные чешуйки мы должны отправить их вот в этот пакет с очень хорошей почвой она питательная здесь смесь здесь есть все для того чтобы здесь не было ни плесени ни болезни конечно у меня вот здесь вот пять или семь луковиц я уже не помню с каждой нужно снять вот это сама отвалилась по две хотя бы чешуйки для того чтобы количество новеньких лилий под названием салт салтарелла так они называются и я поснимаю еще для того чтобы закончить действие в пакете вот так вот вот они красотки ну здесь можно и три они очень маленькие внешние поэтому никакой беды я им не причиню и не принесу здесь есть луковицы побольше и мы также с каждой ну вот эти вот такие побоинки и это механическая уборка не бойтесь их ничего страшного в этом нет но я все-таки хотя бы одну с этой луковицы но сниму эти все оставлю в покое кстати сказать развивается луковица хорошо видите корешки растут нету коричневых гнилых и это очень и очень меня радует так значит этот пакет оставим в покое и продолжаем смотрите и увлажняем почву и чешуйки ну вот таким вот способом перемешайте чешуйки с почвой чтобы они все оказались где-то в середине этой почвы а теперь внимание им фокус-покус надуйте пакет вот так закрутите его и завяжите никаких дырок делать не надо перфорировать не надо абсолютно вот в таком влажная почва в таком состоянии это нужно убрать в стенку в шкаф или в антресоль в коридоре и примерно через неделю вы должны туда заглянуть если почва а пакет влагу пропускает потихоньку это не абсолютная защита на самом деле и вы должны развязать посмотреть как они себя там чувствуют и побрызгать туда водой если это требуется почва должна быть слегка влажной сухой быть не должна точно еще через неделю появится этот белый наплыв а еще через неделю появятся маленькие белые луковки с одной чешуйки при хорошем правильном уходе можно снять до 30 луковиц вперед друзья мои да и у нас будут а евсиманские сады заросшие ливиями желаю вам успеха и удачи всего доброго всегда ваша тетя таня удачи